1 2 3 поехали всем привет с вами в очередной раз был старт пусть 187 если тут не понял честно сейчас посмотрим игру нигдомана против эсмуссейна по слухам это одна из самых интересных игр турнира серия до красная сторона дельта эсмуссейн балтика открывается через топ с фобом синяя сторона синий дракон посмотрите открывать себя стоит ниндзю и на фокстрот будет открываться нигдоман план захватить пространство за рекой до держать пригольный лес для этого все силы вот у нас сегодня будет уникальная инсайдерская информация от петра но конечно позабо немножко играться происходил уже 2 недели назад что ли так но если допустим мы точно знаем что на фокстрот поедет нигдоман то есть муссейн судя по развертыванию также поедет на фокстрот через топ танк с одной кэшем кай с минимумом вертолетов да с верхнего ряда с красного немножко легче разворот развертываться хотя и как бы всегда идешь по одной и той же дороге на но но другой стороны ты можешь всегда поменять направление потому как дороги сделаны около хотели вот всегда можешь либо на фокстрот зарулить или либо где-то на право зарулить что очень удобно делать с синей стороны не так удобно все это делается причем самое что интересное если противник не возьмет развед верт или если ты его закон тришь он не сможет увидеть твое перемещение а вот игрок с нижней стороны всегда как на ладони да немножко не балансная карта конечно на мой взгляд самая не балансная вообще в игре но интересная не вижу я второй сивишки у нигдомана значит по развертыванию немного пехоты немного танков вот что мне интересно я не вижу разведки пехотной есть на вертолете которая перелетит через реку и есть немного на мид вообще разведки очень мало и со стороны с мусейна но со стороны с мусейна тут все в порядке на каждом направлении по разведчику ну что поехали задача ниндзя обеспечить развертывание за рекой потом завести туда пехоту разведку пво очень много поинтов выделяет из мусейн захват альфа браво туда и танк идет и куча пехоты бтр ах и даже чериотира хватит она за чтобы удержать фокстрот но заметь что происходит вот ниндзя по моему не увидела куда движется основная масса с мусейна основная масса с мусейна не идет на гольф занимает браво ниндзя слишком увлеклась поддерживанием захода за лес ну он за реку туда налеп и с мусейн полностью уничтожает группировку брат на браво алло киумару зацени как размещено на киумару до дефан один к туром фактически скитко первым а за это время смотри как ружья х pronoun распространяет и покупка покупку физфозанта и он падает да даже как бы вообще не окупается убил коттедж очень уж большие конечно потери у них дома на за рекой но и заречье он забирает и вот теперь классическая ситуация ты зашел на чарли противник вызывается с респа ему ближе да но могу сказать что тут никоман только сейчас понял что происходит потерял копирую потому что просто не знал что врага там столько там ну вот я к чему и клоню то что обычно ты не ждешь что прямо на тебя в открытую вытащится танк обычно ты думаешь ну там пока противника подумает пока посидит в лесу ты успеешь занять дома успеешь вытащить там вертолет танк а здесь из мусэн прямо сходу врывается в кварталы и пехота остается чистом поле не хватило немножко темпа на фокстроте нихс доману и куймару остался вообще без дел падает миг падает кф-ка да и как видим увидишь из мусэн очень сильно сильную позицию занимает сейчас в чарли прямой птур подвез и . ряда и даже воронка а вот как думаешь почему никоман не переводит куймару боится тут отславить бог не знаю не знаешь на разряжен но уже может его через задний ход перекинуть ну да и потом еще серию серии боится скованные действия очень думает не знаю что делать частности не приезжает прессинг прессинг очень сильный так да не по не понял он по росту впустил где что как 8 мусэнок красиво зашел за красиво заход на чарли совсем на свете и это нам вызывает вызывать пехоту но кого-то мое снабжение будет повезено танки все отстреливается на плесдах очень большие потери несет начинается заход на фокстрот подходят гранатометчики куймару страдает вот сейчас должна была вылететь серия но и не было и вот только теперь вытаскивается первая сивишка на хотель от из мусэйна это уже 8 минут прошло очень много все это время было работа чтобы укрепить позицию или за купить как можно больше унитов врагу окопаться как можно сильнее начали в тур и в тур во все туры везде вот именно такое действие это с мусэйна я и называю темпом темпом продвижения когда ты просто игнорируя все вкладываешься в землю и получаешь преимущество за счет позиции за счет численного преимущества ну и собственно говоря я уже вообще не вижу аутов для никдамана куймару обречен он никуда не уедет скорее всего благодаря воздушному преимуществу потенциального я самолетов не вижу но при этом было тоже нет со стороны никдамана не делай ошибку никдаман заказывает вот эти писанты очень зря особо особо не нанося урон как бы в такой в данной ситуации просто взять все оттянуться задефать свои домики на фокстроте и уже тянуть кучу-кучу-кучу танков ну и как бы пусть из всю ударную группировку и выбивать из чат не это то единственное что ему осталось делать в этой позиции потому что мы видим уже от из музея на едет старая свишка и как думаете куда она станет не очевидный конечно момент но она станет на двойку да по крайней мере с мусейн умеет считать что 2 плюс 2 это больше чем 2 плюс 1 да ну и наконец-то пробежали что же никдамана поедли же приезжает это у кион за элита город делать какое-то продвижение скорее всего конечно добьется многого здесь ты мы здесь прикрытия дпс а нету но понесет большие потери и вообще тут достаточно поздно а все равно придется очень много времени потерять очень долго не добывать поинты и имело смысл поставить кэшем на фокстрот чтобы хоть как-то догонять противника даже ущерб темпу я вот даже не знаю вот плюс 4 это уже такой такой кошмар то я не знаю лучше может там еще прикупить лишний потому что нужно убирать эту двойку в такой ситуации по моему любое решение будет неправильно ну конечно тут уже на базу да лишь серия вылетает первого спасает и убивает это сам даже каши к 263 который спрятан был последний юнит на фокстроте очень интересный дым от мусейна куймару не убил отрежь не позволяй стрелять ты джонсы пришли ты джонсы много нарубили но поддержки нет держка нет и в итоге там финнов оказалось намного больше в городе в основном гривой за счет того что синий теряет юнитов а красный нет красных просто отводит ну да поставил поставил из музаин никдаманов очень неудобную позицию из и под сильный сильные временной но временное давление как бы с момента вызова первой сивишки прошло восемь минут и из музаин уже лидирует с отрывом 30 30 поинтов и продолжает наращивать сколько примерно осталось до 500 поинтов времени на плюс 4 этот минут 60 очков так что у нас остается 120 примерно да то есть за 2 минуты это 500 запоминаем минута 60 очков с плюс 4 но дальше уже сами считаем ну да тут никдама наверно тоже посчитал и как мы видим танки идут ва-банк же просто просто лишь просто едем причем узнает дальше мотивировать что где-то ну да догадывается причем пытаемся не отходить ни слева не справа никдаман мимо так мимо по моему пол он положил да но штаб свой вызван немножко прибавить себе времени начали . пуш получился прям смотрите вот штаб и штаб засвечен и прилетает норовить а из музаин просто докапывает ставить ставить даже как бы знаешь там кемат просто кумару кое-как успевает доехать за два поинта до конца добить вообще классная игра турнирная игра просто вот так пропустить такой удар пропустить на двойку это невероятно обычно конечно такие пуши не работают но если они работают это победа автоматически да очень очень ну какой такой удар что если пропустил ну нельзя такие удары пропускать поэтому не работы потому что всегда когда такой удар делается пускать и все-таки есть какое-то преимущество у обороняющегося то что respawn ближе от крепы очень быстрее намного быстрее прикатываются но тут был большой затрудник домана и заслуженная победа из музаина как думаешь сыграла роль что было мало разведки разведка была достаточно там была ниндзя у нее превосходная оптика сыграла роль то что очень неграмотная расстановка сил не просмотрел куда вражеские юниты едут и если делается удар и ты пропускаешь что тем более такой критичный вот этой вот это чисто сыграла сыграла да не было достаточно развитой информации но это плохими действиями негдомана они недостатками унитов да это правильная формулировка потому что разведки хватало но он не увидел и не понял что происходит вообще так ну что давай к следующей игре переходим на шоссе силу сам как его и как тебе бы офигенно да знаешь я врывался как с мусейн это очень крутая история да прям вот чуть-чуть еще вот еще чуть-чуть и ты уже на респе противника слишком большой темп игры был для никдомана никдоман любит более размерную игру на самом деле таки между нами может может могу это даже сказать потом то есть он очень уязвим к агрессивным быстрым атакам он сам делает довольно таки кричную атаку да но он любит вот это очень точная микро да и когда все происходит очень быстро он сыплется да и сыплется что есть еще что-нибудь добавить во первой игре или ко второй переходим не знаю к этому думаю все сказали что там еще разбирать ну просто пропустил удар на двойку все позже на этом дело закрыт это вся потеря думаю да более чем понятно заломилась на юнитов и дальше уже ты ничего не можешь сделать более жесткий пуш наверное был бы только если паровозик проехал на базу да из ктшек так в общем я запустил все по нулям скорость x2 запускаем готов раз два три поехали так эсмусейн синий еврокорпус красный нигдоман снова синие драконы как я помню по правилам турнира если дека проигрывает она может продолжать участие в турнире если дека выигрывает она не может продолжать участие в турнире именно так она есть то есть эсмусейн не может использовать балтику а вот синий дракон нигдомана это нормально так ну что пётр какие здесь будут варианты развертывания а очень разные но так давайте сначала посмотрим что делает синий игрок эсмусейн что у него а м икс и десятые рекверк все как надо сильно колеса и скорее всего это будет игра около шоссе и расползание сеток ну по стандартным точкам сан классический игрок в принципе не знаю вот что интересно это два миномета это не самое грамотное решение со старта брать два миномета сколько это 60 поинт 60 очков довольно таки много и их можно заказать и с первых с первого закупа ну как первых до закупа после того как уже юниты едут им не надо никуда на особо на точку приезжать миномета это такой микромомент еще один микромомент уэсмусаина а ээ ээ илтисы на базе остаются уязвимы что слабые кошинки да возможно он рассчитывает на то что очень долго занимается Фокстрот и потом минометы еще достаточно долго ехать хочет сразу же получить мины да ну все же у них как бы 7000 дальнос мог бы немножко позже доказать согласен абсолютно то у нас никдаман никдаман правильные более правильные штабы пехотные дальше один миномётик нормально нельзя нельзя в воздухе с превосходным этому и что интересно со стороны смузина только один вертолет пантера с римой полетит нельзя может очень хорошо отклонить но и у никдаман тоже топ-танк его колеса все по стандарту один тур один тур у каждого очень сим как бы довольно таки симметричное развертывание но у никдама на одно преимущество у него ниндзя с превосходной оптикой он увидит раньше чтобы чтобы я так понимаю пантеру он может вообще не увидеть слишком далеко летит а вот заданная пантеру он пропустил продевал и интересный момент смотрим вот слева со стороны никдаман если смотреть там два плейкока у а-60p уа-60p которая блюд да 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 и делает облет никдаман сайма дельты рассаживается нормально так замес 1 пантера сбита на чарли очень быстро и выпилили хударены рима скорее всего тоже погибнет ну скорее сюда двое худара там преимущество численно очень большим а вот на центре ситуации непонятное вроде еще есть куимару но никого прикрытия для него у них дома на нет да одни с ученцу это не прикрытие миномет тоже был слишком близко сразу возле этого кима роста я даже не мог задымить его контратерийская атака интересно да смотри попал хорошо то есть как бы сейчас дымы для никдаман не варианта красиво действует с муза я слажена и по распределению там процентов 80 поинтов с мусейн расправляет в одну точку а никдаман раскидывается по всей территории получается критическое преимущество именно направление атаки да смотри на альфе чтобы это там уже база за дефон довольно так намного поинов и вышел к 9 там непонятно зачем прям сейчас но к 9 андер уже уже в деле а стороны с музей найдет обычный до заказ до укрепления позиции заданные пехотинцами скорее всего видишь на шоссе мардеры первым поедут это заявка на тригольный лет который так пехота сейчас был занят просто и никдаман вынуждены полностью заступить эту и группировка у никдамана совсем рассыпано так и совсем но и очень плохо очень плохо держится куть совершенно огромный запад закуп со стороны никдамана очень много юнитов значит очень много поинтов копилась вместо того чтобы тратить удерживать позицию он просто отдал все бесплатно и теперь будет тратить очки на то чтобы собрать свое смотрим на так джонсов так джонс и пока еще идут на базу так пешком идут вертолет и кстати обратите внимание выведены из тылов чтобы не заметили так еще раз что не понял он высадился чтобы не палиться и вернул верты а я плохо сказал нет я плохо понял так что у нас тут на леккер для них поэт очень выгодная позиция стрельку у ку юмору его рвается в гренадеров в тренадер 90 и все и на это все отличная реакция тэс мустейна все нету к юмору и у нас еще будет третья игра после такого жесть ага вот она чумат убил леккерка чумата выцепляет леккерка очень удачно классная позиция вот это чумат запомнить чумат героя уже один леккер купит на счету один то есть будут еще убитые леккерки да это забегание вперед что интересно очень много юнитов у эсмусейна но очень мало танков танки непонятно где и не смогут эффективно поддерживать а в свою очередь эсмусейн имеет и танки и дпс на прикрытие и сконцентрирован в одну точку в принципе в такой ситуации выбить эсмусейна будет не очень сложно тем более что погибает два первой достаточно просто атаковать с одной стороны например вот обратил скавки извиняюсь перебиваю это было сейчас интересный момент на шоссе это у кион за почти спалилась это заняв юпитере которые возвращались на базу но почти почти там чуть-чуть был микромомент из видишь куда это все ведет очень опасно ситуация с музей напрямую через открытую местность прям так обходит обходит так возвращаемся к основной битве вышла кэшемка от никдамана он уже закрепился на территории он понимает что с этой зоны выбить его нельзя и на основании этого ставит кэшем второй леклерк второй леклерк без прикрытия без разведки отгребает тура ну и ждем когда упадет треугольник самое логичное в такой ситуации начать выкидывать противника именно вот со стороны миномета треугольник потом кусок дельты потом еще кусок дельты и так далее не заметил было это еще если я беремся к таловой кто лобовым деятельности то ты у кион за спалила позицию илтиса на фокстроте сейчас еще пытается найти точное местоположение он как бы знает где и второй этап кензе ползает к второму штабу и не забываем про к 9 тандер который у нас уже закуплен в первой минуте и движуха на хотели скоро штаб умрет не никакого дефа страны с музей на абсолютно все вся вся движуха на фронт правило ты никогда не ждешь с этой стороны в атаке ты выставляешься именно справа где стоит амx это всегда неожиданность такой заход так джонсов до отель мертв и за идет заказ какие-то панических то это шассеров шассеров и на фокстроте даже к 9 тандыр не понадобится скорее всего остается 1 до 2 рс по мертвы в течение одной минуты плюс к этому падает треугольник в тот же самый момент одна из проблем вот такого развертывания ты приехал ты занял треугольный лес ты занял кусок дельты а дальше ты упираешься в браво ну и соответственно теряешь инициативу что сейчас и произошло потом случается что-то экстраординарное возможно погибает ли клерк возможно как сейчас погибают кэшемки на респах и все инициатива потеряна темпа продвижения больше нет и противник имеет возможность иметь право тебя поставить потихонечку откусывать с одной и с другой с третьей стороны грамотно действует с замка сетей хорошо пил токерту выковырил оттуда но как он будет справляться с двумя кобрами но видишь что штаб уже подбегает на фактор бежит 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 так как и себе избивает кобру и падает так штаб встал тем временем на хотели лишь так же он состалось вызывается бахтайгер ну и фронтальные перспективы конечно в районе нуля сейчас свой с мусейна да вся группировка как бы была и почти из нее ничего не осталось бахтайгер был вызван второй штаб был бы но да и мы дали знать о себе и факт свежка на фактороте умирает не успел чутка фоба убить но есть к 9 thunder бахтайгер разбирается с тыловиками и уже более надежные штабы сидят и на фокстрот и был вызван на отель немного не понимаю логику зачем ставить картон если он стоит почти так же как пехотная к шеем проще пехотную сразу выставить да тем более тоже респе также заметил что с мусейн имеет колесные роланда как думаешь это правда на повтори сейчас пожалуйста а если все таки берет колесные третий роланды это правданное действие смотри если хочешь отказаться от которой вас про оправдана а так я думаю мало преимущество мало разницы я думаю все таки преимущество у этого гусеничного за счет брони и и я в службе контр батареи больше выдержки очень небрежно играет никдаман все таки на таких победных парах и сливая самолеты очень легко нужно таки раз понял что он выигрывает к 1 уже в наглую врывается в леклерк это очень очень в наглую он уже почувствовал что побеждает надо давливать спорное решение пока еще спорная пока леклерк есть это может быть наказано да поэтому пытается выбить это приспозанта но теряет при этом свой противорадарник очень большая потеря да знаешь а не сказал ему сейчас можно весь воздух разменивать на леклерк и все с таким преимуществом то есть ситуативно это не страшно ну скорее всего да потому что это как бы и так не планировала не планированный доман огромное там давление с воздухом организованы 4 штаб четвертый штаб на дельте погиб к 9 тандера вызван штаб за место него на гольф и мы забыли сказать что пахтайгер в тылах я его даже не видел что он остался со столсом лучший юнит в игре я вот смотрю на эхо что он пытается сделать мне непонятно немного в с муссе и на один леклерк без прикрытия он идет на танки он идет на хорошую позицию при этом у него на дельте вообще ничего нету на чему реже настор регион 0 птур пустой легион он не удержит пару танков есть такой но смотри все таки не небрежно играет нигдоман своими танками теряет и с левой и очень-очень-очень-очень уж а горится на леклерк очень уж а горится охренеть еще и потеря уже 4 к 1 и в течение учат 3 к 1 просто умерли за спасибо вы отвлекли из-за того что нагресс на леклерк огромные потеря если почти 270 только вот сейчас за минуту это уже почти три штаба сюда не сравнялись до пахтайгер выключены все просто хочет хотел посвятить но оказывается прошка вне позиции оказалась в позиции танцам шортера на странной позиции но в этот раз спасают нигдоман а я замечаю что все чаще и чаще там начинают ставить поставил подальше потом подвел отвел перевел на другую территорию я например вот так летать уже боюсь на своих пахтайгерах всегда стоит или какой-нибудь спак или еще что-то могу сказать что это было точно забыть забыть танцам он о нем даже не знал до тех пор пока он не отработал теряется еще один истребитель мираж все-таки выстегивает к и в 16 сета зато заборота мираж хотел убить низию упал так ну и теперь мы переходим к максимально пассивной максимально позиционной стадии ни у кого нету сил не у кого нет возможности для атаки у эс мусейна если клерк но пока еще нет прикрытия а вот нигдомана вообще нечем атаковать четыре танка это было слишком дорого слишком много танков следует было высвечен илти знак в гольфе но еще перед этим там же был направлен артиллерий это уже пятый штаб по счету тормоза который с мусейн теряя отмечу что это очевидная позиция туда стреляют просто потому что я же светить не надо да да раз даже было так что засвечен был секунду перед тем как или две секунды перед тем как оттуда упала уже артиллерия стрелялась до этого есть прикрытие для подле и клерк их пехотная сразу же начинает как все чужой но да но заканчиваются патроны и по другому снаряды один остался последний этот был выстрел и нечем выглядеть штурм домов ты джонс исправляются да какой тут уже игра потеряна для из мусейна потому что ник дома накапал слишком много очков не вот 300 большое преимущество по захвату но играется игра продолжается поскольку турнир на правил такие если бы следующая игра была сыграна в ничью то имеет место подсчет подсчет поинтов конце как бы не нравится 4 игра именно кто кто набрал больше поинтов по сумме видел игр по сумме всех игр до как ты считаешь что правильное решение со стороны разработчиков так сделать нет мне не нравится такое правило радио и тандыры 6 штаб выбивает на их занимается гольф и был и чумат был чумат который сейчас пгс расстреливает вот между правой дельтой убил только что ликверкнул 30 я как раз показывал как этот момент причем в лоб с мусейн уже вообще не контролил его да это уже но это хорошими сейчас здесь а нигдома не видит летелет из между тем гольф полностью захватен нигдоманом ночи ну что петр как считаешь почему что стало причиной поражения из мусейна только это я считаю только это это же шесть или семь штабов убита ну а там и использование артиллерии рандом кэшем ок ну да это же это потеря к потеря штабов фокстрота и хотели одно время плюс еще там было потеряно тот который стоит и перемещался вот видишь на эти еще не штабами да интересно не угощение тогда заложил чтобы я бы даже сказал что нет уже может один пех нет пехотные пехотные уже нету а илтисов я не знаю сколько мы видели эхо на дельте 2 на 1 их 1 на дельте 2 на гольфе это уже 4 у нас по счету ну минимум 6 может еще два илтиса есть но 1 и 2 илтис может дайки вы с мусейна но этот победа нигдомана превосходная игра от него он приехал он законтролил территорию встал в дефенс и начал работать по флангам вообще не часто такое увидишь опять же в ранке игра необычная но это супер эффективная стратегия когда ты заставляешь противника одновременно работать на одном направлении и на другом и он везде сыпется поскольку за тобой инициатива за тобой преимущество и ты выбираешь ту зону куда он должен успевать переключаться 8 мусейн не успел нигде к сожалению не успел нигде да огромная ошибка конечно со стороны с музейна это штабы просто ужасно ужасно только терять ошибка который мы видели у них дома на это слишком какой-то момент упирание себя в один юнит он очень хотел убить этот леклерк стоило это ему очень много танков как бы игра была уже почти в кармане фактически в кармане и он вот так ее укидвы выбрасывает сливая 3 к первых или 4 на пытаясь убить леклерк плюс кучу об один грамотный контрольный леклерк расчет не забивать расчет на эту ставку в принципе верный но цена несоизмерима да так ну что переходим к 3 к 3 скорость x2 6 0 я готов я пока что кручусь так чисто между нами как тебя нашу то мне гораздо больше я понравился до того чтобы вот я вот такую фигню я люблю да тут петр командовал кстати это же основа стратегии не надо драться сильными надо драться слабыми бей женщины детей побеждай ну или кошельки убивай кстати мы просто перед боем никомана пересматриваем говорю посмотри на его штабы как как у херово ставит ну да 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 херово ставит убирай карту какая к 9 к 9 тандыр и будем врандомы вот именно вот так у него входить тэп кенза был мой план я не хочу себе все все кредиты взять да но тут там был никдаман подручного ручного управления можешь у него на канале посмотреть да все что тебе осталось это управлять никдаманом так чтобы он выиграл крота и затащил турнир смотрят сегодня игра это уже не знаю так ну ты готов да я готов раз два три поехали что у нас посетопов в этой игре получается в этой игре у нас механ на механ я понять не могу что это свишка за такая м сточок один датское что то это у нас именно скандинавский механ да я думаю скандинавский механ скандинавский против против балтики мотор балтики механа ооо великолепная дека ненавижу ее эс мусейн синий внизу играя через фоб два штаба скандинавский механ еще раз здесь у них дома непонятно очень долго расставляется видимо очень внимательно слушать твои советы это может быть так основное направление удара эс мусейна скорее всего гольф может переключение на фокстрот ну и деф правой стороны карты да игра игра вот это очень интересно будет такая напряженная до конца все таки отсчет 1 1 по турниру и кто выиграет кто выиграет игре ну проходит дальше по сетке решающий матч решающий матч механ на механ а вот поясни мне пожалуйста за вертолеты имеет ли смысл здесь разведывать через них вот я смотрю нигдоман берет один верт а у эс мусейна прямо два со старта ну разница в чем скат дефендер это с хорошей оптикой а луэт с очень хорошей оптикой как бы аааа и важно понять ну то есть нигдоман нужно понять едет ли он едет ли соперник пуш чарли чарли да если не едет пуш чарли то это пуш галифа 100% куда у него и так основные юниты едут ааа если он понимает что это пуш чарли да он быстро берет и перебрасывает и для этого нужно светить фокстрот весь привести сюда вертолет правильно да фокстрот ну реку там посвятить и все такое ааа касаемо к тому же вот это скат дефендер это очень это все лишь хорошая оптика а не очень хорошая и и желательно посвятить ааа и едет ли что нибудь за реку то есть к тебе на браво обходы какие то непонятные понять сколько тебе юнитов нужно доложить на браво и ааа куда еще может ехать но все таки понять ааа что тебя будет принимать в лесах поскольку ааа мест как в гольфе спрятаться больше и примерно хочется иметь представление скорее всего попринимает насколько сильно ты можешь врываться так скажем стороны синего я бы вот так расстраивал я но это если если с воды варить суп почему два верта против 1 можно можно это оправдать вот так вот так не знаю так ли они думали не так но все таки игра она начинается вот так раз летит скаут смотреть что за реку поехала и один скаут светить гольф прямо очень много войск тащится на правую часть карты со стороны негдомана и танки и пехота но вместе с тем вместе с тем в чем сила механа в том что много дешевых юнитов вместе с тем отправляются танки и на центр и еще и группировка за реку и везде его много негдоман везде развернулся везде в полной силе да он остался без второй кэшемки но покупает ее на первые поинты тем временем скаут дефендер облетает и пока все алуэт его уже увидел понятно и пока небольшое преимущество есть именно за негдоманом на мой взгляд он спокойно может забрать кусок фокстрота и выдавить кусок гольфа вот именно как это место с пехотой но прилетает в один фолкон и все нет он мажет он мажет да не очень сильное попадание конечно не так болезненно как бы глупу фальском ягере не приятно вилки не стреляют фальшив 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 очень крутой заместный вилки конечно лучше танки чем и старые 100 3d для поддержки пехоты вот так в лесу просто 3d это отлично так простите перемирает умирает умирает эстер с отридаются счетов вот автоматик вынуждена в панике отступая и очень как бы стран была всегда все таки стоит брать в тур в этот гольф несмотря на что да абсолютно согласен ты контролируешь всю территорию одним юнитом просто всю а теперь у тебя проблемы восстановить танк гораздо сложнее чем у нас память еще дешевой пехоты на браво пока позиционка на фокстроте интересный момент войска перешли на помощь основной группировке ну а лес на гольфе занят эсмусейном да опасными юнитами с эриксами они тут то было польские бравые хлопцы идут на помощь командосе файдинг фалькон я был на ми-24 да особенно в ранг это когда ты последний раз видел командосе на ми-24 да по-моему очень редко будет если ты берешь если ты берешь болтфронтовский механ у тебя там обязательно должны быть командосе на ми-24 д просто во-первых для того чтобы был ми-24 д а во-вторых ну тебе нужна какая-нибудь элита хорошая на всякие ситуации нет я полностью согласен просто как бы как часто видно вот болтфронтовский механ очень редко видно видно что в целом вот юнит не часто виден в других деках в этом механ и такой момент был на альфе был спален облетом нахожу на альфе как бы Ну и переходим к какой фазе скажи, к позиционной фазе, да, карта определена пополам. Вон много очков вложено в тяжелый юнит поддержки, с одной стороны быкан А, старая сторона Телак, что ж фактически Мстах удешевленная по боевым качествам, и как он вообще себе показывает, хорошая пушка нет, стоит ее брать? Хорошая пушка, ну за 110 поинтов точно стоит, хорошо показывает. Возьмем на заметку. Командоси скрежет там прямо вот жесткие какие-то, не пускают драгонеров. Группируется потихоньку Эс Мусейн ближе к центру, восполняет дыры во фронте, притаскивает еще кашемку, уже две кашемки от игроков вытащены лишние. Как бы не к даману надо было, немножко сократить преимущество, все-таки 44 против 0 это все равно победа из Мусейна. Хотелось догонять, при удерживании темпа где-то на браво, но на браво был выставлен штаб. Видишь, артиллерия с одной и другой стороны работает как у Горелая, БКН-1А, артит, ты лакер. Очень много фугасного. Но для позиционки это лучшее решение, вытащить арту и просто стрелять во все подряд. За 40 минут столько всего настрелять сможешь. Поэтому как бы не к даману не хочет сидеть. Вот БКН нам пытается и ФОП партить, и ставить контр батареи, избежать и так далее. Вытащить второй ты лак. Ха-ха-ха-ха. Существует второй ты лак. Ты птур убил Леопард 1,5. Но по-моему это ничего не меняет. То есть как стояли так и стоим. Просто размениваем поинты на поинты. Снабжение на снабжение. Снабжение на поинты. Да. Я и к тому, что... Пытаемся... Устраивать локальные столкновения, в которых эффективно размениваться. Там помимо арты. Хм. Ну да, смотри. Нигдоман там взял какой-то легкий пуш пехотой. Выставил Неву и сбил файтинг-фалкон. Нету файтинг-фалкона. Больше. Бэкан-1А почти умер. На одном хп выжил. Контр батарей. Огромное количество событий. Я просто совсем не успеваю даже смотреть. И здесь что-то происходит, и там что-то происходит. Но все эти действия, они, скажем, по мелочи. То есть минимальными силами. На ограниченном участке. Это одна из особенностей позиционной игры, я бы сказал. Помимо арты, конечно же. Да. Событий много. Везде и малозначен. Да. Игдоман заравнивает количество штабов. Копа и танковый штаб. В такой ситуации я даже респектив не вижу для каких-нибудь действий. Мигель-20 контролирует левую часть со стороны нигдомана, чтобы там скаут-дефендер не залетали всякие. Такой, в ситуации даже. Пусарта. А? Продолжай. Что? Я тебя слушал. Так, значит, что я пытался сказать. Я хотел тебе вопрос задать. Вспомнил. Вот сейчас сложилась совершенно равная ситуация. Даже вот эта победа на Браво ни к чему не приводит в глобальном масштабе. Что в такой ситуации вообще может произойти? Что можно сделать такого, чтобы переломить игру? При условии общего паритета. Продолжать вот такие вот мелкие размены? Либо где-то подсобраться и атаковать? Ну, я все-таки считаю, то есть, ну, кардинально решать ситуацию прорыв. Вот. Для прорыва нужно собрать кучу-кучу. И перед этим сделать отвлекающий маневр. Куда-нибудь. Сделать. Показалось, что тебя там есть. Допустим, вертолетами. А потом где-то в другом месте пропушить танками. И оттянуть вертолеты. Вот все, типа, как так надо, исхитриться. Но, кстати, ты заговорил, что ничего не достигаем в Браво. То, что мы выбиваем его из Браво, у негдомана из-за этого два штаба на Чарли стоят. Копа должна была выйти в тот лес. Аа. В Браво. Да. Да, да. Хочу заострить внимание на танках. У негдомана все танки на центре. Он в любой момент может кабанчиком метнуться как налево, так и направо. А вот Уэс Мусей на танках я вообще не вижу. Он играет сугубо через пехоту. Да, он получает численное преимущество. Но ударной мощи ему, конечно же, не хватит в определенный момент. Если он начнет наступать. На мой взгляд, конечно же, зря он вызывается на Браво. Слишком много поинтов на это дело тратится. И противнику все равно удобнее дотекать подкреплениями и сражаться там. Да. Ну там это мясорубка на мясорубке, на гольфе пехоты. Пехота вместо пехоты. И пошли танки в атаку. Их встречают эриками. Ты куда-то пропадаешь, Петр? Возможно, в этом и было назначение так и на Браво. Просто отвлечь. Так, Петр, ты здесь с нами? Возможно. Уникдоман увидел Кашемку. Да, и БКН-1А умер, но уникдомана потеря двух вилков. Танковая группировка разбита. Группировки больше нету, все три танков. Петр, я с Музайн выставил штаб на гольф. Танкс, танкс. Пятнадцать минут до конца боя. И пока все для нигдомана на мой вкус выглядит не очень обнадеживающе. Он уже теряет поинт. У него проблема во фронталке. Фокстрот вообще пустой. Начинается движение на Фокстроте, спускается вниз с Мусейн и продолжается одновременно рубка на Браво. Еще раз скажу, что я не понимаю, зачем столько поинтов. А вот Ми-24D спам, это интересно. Есть возможность для вертоража, для массового налета вертов. Остается столько автоматики выключить. Замечен штаб на гольфе. Что ты говоришь? У нас связь перерывается очень сильно. Да. Говорю, что Ми-24D против автоматиков, это сливпоинт. Отличное применение, кстати, получается в поддержке пехоты. Подкорейшую спорь. Так, Петр, на Брозу. И уже... Так, значит, голос немного понерфили. Теперь продолжаем. Так, раз, два, три, поехали. Итого, ты закончил на том, что на использование Ми-24-х. Да, они хорошо поддержали атаку на Браво. Конечно, уже их... Все-все три были слиты. Но поддержка на Браво была хорошая. И все-таки копы, скорее всего, доберется до Браво. Но это было очень дорого. Двадцать четверками работать против пехоты и там их сливать. Конечно, дорого, но уже... Остается 11 минут. Сейчас... Другие расстанки Телаки заколупали танковый штаб. Одновременно и тут пушит, там пушит. Ас Мусейн, видимо, уже просто не успевает. Да, поскольку вся... Еще такой момент, что, как ты говорил, у Вас Мусейна все помешано на пехоте, да? А пехота не так мобильна. Да, у него из мобильной подвижной группы фактически ничего нет. А все это ползучая пехота. Что инициатива все-таки за них. Да. И воздух за негдоманом. Два мига 29 летают. Очень важный момент. Так что... На сопельке кора держится. На браво. Еще чуть-чуть и упадет. Ну вот теперь мы приехали на гольф. Нас много. Мы можем выбить противника. Но мы медленные. Мы слишком медленные. Как ты сказал. Очень красивый удар был этими вилками. Как бы завернуть налево на фокстрот. Убить незащищенный штаб. Фактически выходя в тыл. Наполовину отсекая группировку. Заходящую на чарли. Как бы подкрепы туда не прикатишь. Уже. Дополнительный командоси. Ими раз 4-й. 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 Помогают работать. На браво. Снова. Создают напряжение. И командоси убивают штабное эхо. Проползают. Вот. Это плюс 3 для негдомана. 8 минут. Так. У нас опять начались пропадания голоса. Опять началось. Говорю. На эхо. Плюс 3 сделал негдоман. На браво прилетают вертолеты. На браво куча пехоты. И вот теперь уже становится более понятно зачем он давил. А вот на чарли дыра. Хорошо продавил гольф. Хорошо продавил фокстрот. А на чарли кашемка уже без прикрытия. Но даже если погибнет кашемк. Все равно будет плюс 2 у негдомана. Браво закаплено. На гольфе в фокстроте кашемки убиты. Еще и командоси отрезают подкрепление. Петр. Меня слышно. Слышно. Ну. Что как бы поставить обратно штаб на чарли. Не не такая большая проблема. Но. Ключевой момент был сделан. Разрыв сокращен. И. Огромное преимущество. За счет того что. Ты лаки все же еще в помощь. Вакан мертв. Получается продавливать. Массам пехоты. Лиса на браво. И добирается до штаба на браво. И там. Еще один штаб. В целом. Группировка эс мусейна рассыпана. Остается держаться на одном городе или сочке. Около автоматика. Под кольфом. Один кольфом. И в целом его нету. На карте. Как раз. Клощ. Клощ. Отстреливает за артой. Угу. Как раз. И сыграло преимущество в танках. на мой взгляд до способность переброситься на фланг создали вот эту критическую массу об очках да очень быстро а вот как ты считаешь это вообще нормальная игра за скандинавский механ без танков стр веки все-таки не так мобильные и так эффективно я не поддерживаю и даже если играет без танков тебе все равно нужно длинная рука привити птура как бы противотанковые средства останавливать и хотя бы эти танки и очень мне очень не нравится в целом закуп с усейна которая делала и даже не за того что танков нету да это можно компенсировать но стрф и цв90-30 и вот эти тяжелые бмп они обязательны и от них можно сыграть можно и сыграть вот так вот такой они частично способен заменить легкий танк даже способны убивать вилки при хорошем раскладе да ну что пётр какой твой вердикт почему проиграл эс-мусейн ну поможет очень хорошо отметил неправильная комбинация юнитов как в целом как бы там уже грамотное применение никдоманом танков кричите критический момент успешное заползание в тыл и намного более успешно чем у никдома эс-мусейна получалось и сохранение артиллерии до конца который все таки наносил удар постоянно и еще такой момент воздух было почти почти всю игру за никдоманом что это уже слишком большой совокупность параметров стратегических которые помогают ему выиграть даже несмотря на его микро 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 одного или другого прямо переиграл по всем параметрам я считаю так неплохая получилась серия очень даже неплохая быстрый резкий молниеносный врыв в первой игре работа по кэшем ком по штабам фланговые атаки второй игре и позиционка и стратегическое доминирование в итоге 3 до или как это назовем вот так и назовем позиционная борьба в третьей игре не часто конечно такую видишь обычно все-таки играют именно одинаковым стилем одинаково позиционным тут прямо можно было увидеть разные способы игры если дома ночи никдоман очень как бы хороший игрок у него большая большой спектр тактики стратегии который может применять не игрок 1 1 деки играю очень разными деками так что я мне нравится как никдоман играет поддерживаю вот что сказать думаете из претендентов на победу он не так много тренируется больше тренироваться то точно бы вот в этот большой большой претендент очень многие игроки могли бы претендовать на первое место тот же буллинжер тот же разумом тот же никдоман но мало тренируется все кроме крота да так что скорее всего крота у нас сам горячий претендент на победу да так но на этом давайте загругляться петр огромное тебе спасибо ты прям все же все спас меня так что но всем кто смотрел всем спасибо надеюсь вам тоже понравилось все свободны